Добрый день, друзья! Снова Прони на связи, и мы продолжаем нашу сессию, уже второй день, который называется Legal Tech Startup Pitch, сессия, которая призвана возродить, возродить, вернее, венчурное предпринимательство в России. Такую цель мы себе поставили, и сегодня у нас в гостях Виталий Полехин, основатель международного инвест-клуба «Инвестора». Приветствуем, Виталий. Приветствую, коллеги. Рад, что ты присоединился. Мы сегодня тебя хотим помучать немножко питчами, показать тебе три стартапа, и будем идти очень динамично. У каждого стартапа будет буквально три минуты на питч, ребята. Не вываливайтесь из тайминга. У тебя будет возможность, Виталий, задать после этого два-три вопроса и принять три решения. Первое решение – не верю, не интересует нелетающая история. Второе решение – да, что-то интересное есть не у меня, но у меня есть знакомый, который мог бы вас рекомендовать. И третье – да, ребята, интересно. Слушайте, давайте заканчивать сессию и идти уже в сделку. Все готовы? Супер. И мы стартуем с командой «Юр-робот». Андрей Пашкевич, пожалуйста, нам презентацию. Коллеги, добрый день. Отлично, Андрей. И ты стартуешь через три, два, один. Поехали. Коллеги, добрый день. Меня зовут Андрей Пашкевич. Я являюсь генеральным директором и основателем компании «Юр-робот». Наша удачная платформа финансизирует весь цикл работы с дебюторской задолженностью на всех ее этапах. Следующий слайд. Основной программой, которым сталкиваются компании – это большое количество дебюторской задолженности. За сферу уже какая-то порядка 1-4 триллиона рублей на 2019 год, на 60 триллионов рублей – это банковская сфера. Следующая проблема, когда сталкивается организация – это невозможность подачи документов в онлайн-режиме судьям и судебным приставам. И подписаны по электронной запросе. Следующий слайд, пожалуйста. Следующая проблема – это невозможность получения персональных данных должников. Следующий слайд, пожалуйста. Невозможность получения персональных данных должников и проблема их обработки. Проблема сложной обработки и времени обработки юристами компаний, мировыми судьями и судебными приставами в работе дебюторской задолженности, а также их стоимость. Следующий слайд, пожалуйста. На данном слайде приведены решения, которые мы предлагаем для организаций. Это повышение скорости работы организации в 45 раз быстрее. Это возраст задолженности на 42% за счет ее дисциплины должников. Это уничтожение расходов на работу с задолженностью от 7 до 15 раз. Это возможность сокращения задолженности на 32% за счет ее автоматизации. Полный цикл автоматизации работы с задолженностью. Возможность компенсации расходов на работу с задолженностью за счет платформы. Это возможность подачи в электронном варианте документов судебно-писанным и мировым судям. Это прогнозирование и расчет задолженности и возможность ее оплаты должником за счет нейронной сети. Это распознавание документов различных. Следующий слайд, пожалуйста. Здесь приведена аналогия именно в Московской области. В Московской области суммарное количество задолженностей, количество должников, более 500 тысяч должников. Следующий слайд, пожалуйста. Здесь представлен рынок в России. Это 27 миллиардов рублей ежегодно. Международный рынок составляет порядка 100 миллиардов долларов США. Следующий слайд, пожалуйста. Статья, который прошел на данный момент, это обработано порядка 500 тысяч судебных приказов. Являемся резидентами фонда Сколково. Являемся резидентами нескольких технопарков. Зарегистрирована интеллектуальная собственность. Соответственно, проводим сейчас пилотное тестирование в рамках мировых судей с несколькими десятками компаний. Основные наши конкуренты. Следующий слайд, пожалуйста. И отличие от конкурентов наше заключается в том, что мы полностью автоматизируем весь цикл работы с дебюторской задолженностью в отличие от наших конкурентов. Следующий слайд, пожалуйста. На этом слайде представлена информация о количестве потраченного времени для компаний, которая сейчас тратится 168 минут на порядке одного должника. 40 секунд тратится с помощью e-робота. Также для мировых судей затративается 3-28 минут и 10 секунд, соответственно, и для судебных приставов. Следующий слайд, пожалуйста. Здесь приведен пример работы и стоимость юриста. По стоимости 4 иска выполняет юрист в день. Система обрабатывает порядка 10 тысяч исков в минуту. Следующий слайд, пожалуйста. Стоимость 715 рублей и 10 рублей в эквивалент. 71 раз можно сократить расходы на работу с дебюторской задолженностью. Это наша команда, квалифицированные специалисты. Более 10 лет в Белтэч. Спасибо за внимание. Ура! Ура! Чуть-чуть выбился из графика. Итак, Виталий, твои вопросы. Да, у меня вопрос о текущих результатах. То есть, вот если мы берем там что-то помимо абстрактных слов идут какие-то пилоты. То есть, вот есть какие-то клиенты, есть какая-то выручка. Что есть? Да, конечно. Выручка в этом году, учитывая то, что мы деятельность начали с новой компании только в этом году, выручка порядка полутора-двух миллионов рублей у нас. Выход на следующий год у нас около двух миллионов в месяц. Запущены пилоты более 20 компаний. Клиентов сейчас около 15 компаний. Сейчас проводятся еще пилоты у нас на стадии согласования дорожной карты, плана тестирования Синтерао и Синтерао. Понятно. Ну, если коротко, то мне понравилась идея и концепция. Вот, если более глубоко, мне, конечно, интересно пообщаться дальше и изучить. Да, готов. Более детально рассказать. Спасибо большое. Понял задачу. Я как брокер объединю вас с такой это самое. Была бы у нас визуализация, такой бы мэч состоялся. Спасибо, ребята. Мы идем дальше к команде интернет-правосудия. Андрей Пашкевич, мы тебя отпускаем. Знаем, что ты сейчас торопишься на очередной пич. Итак, команда интернет-правосудия Евгений Седых. Поставьте, пожалуйста, презентацию Евгения. Евгений готов. Отлично. Ждем презентацию. Коллеги, нам нужна презентация. Отлично. Поехали. Следующий слайд. Слайд. А это не та презентация. Это презентация от другого моего выступления. Но я могу без презентации, если трудно еще будет найти. Окей, давай тогда без презентации. Информацию с интернетом чаще всего приходится использовать в качестве доказательства. И защита индивидуальных прав, и честь, и достоинство, и договорные, иные споры. Всего где-то порядка 6 миллионов споров в год, где могут быть применены доказательства из интернет. И это только в России. Стоимость фиксации доказательства, в зависимости от того, делается ли это нотариально или нет нотариально, варьируется от 1 тысячи рублей до десятков тысяч рублей. Но это свойственно уже нотариусам. Зачем фиксировать информацию? Вопрос возникает. Информация с интернетом не обладает призывом постоянства, может быть, удалена в любой момент. И доказательства в суд необходимо представлять в писемной форме. И это проблема. То есть информацию нужно фиксировать заранее, до обращения с иском, до обращения с претензией. И следующая проблема – проблема судейского сообщества. Судьи несколько инертны и ленивы в том плане, чтобы осматривать самостоятельно. Даже если информация не удалена, как правило, предоставить ее представлять в том или ином виде, в писемной форме, нотариусом или без. Не осматривать сами. В России тренд такой, что общепризнанным эталоном интернет-доказательств в России на постсоветском пространстве является нотариальное завеяние доказательств интернет. За рубежом ситуация несколько иная. Используют также и иные сервисы. Какая проблема? Проблема стоит в том, что нотариусу отсутствует качественный инструмент для обеспечения доказательств. Они будут нуждены пользоваться подручными средствами, утилитами. Фактически до сих пор все делается на коленке долго и дорого. Следующая проблема стоит в том, что лица заинтересованные в фиксации доказательств не могут оперативно получить качественную услугу, а фиксация всегда требует оперативности по указанным выше причинам. Самостоятельная распечатка информации с веб-сайтов, что, в общем-то, позволяет нам делать судебную практику и разрезение плену на этот счет, но чаще всего она выглядит некорректно, либо не подходит в силу специфики контента, это медиафайлы, видео и так далее. Кроме этого, самостоятельная распечатка без совершения и описания дополнительных действий лишена трибуда достоверности. И легко может быть поставлена под сомнение, поскольку не оставляет объективных следов о порядке в способе ее получения. Веб-сайтов решает проблему нотариусов или заинтересованных в фиксации для доказательств. Это и IP-юристы, и правовладатели, и просто граждане. Мы сделали эту услугу доступной и быстрой. Параллельно с сервисом интериального заверения мы создали автоматизированный сервис фиксации как в вебе, так и на мобильных устройствах. Преимущество сервиса скорости, низкой стоимости, высокий уровень доверия. Подобные решения характерны для использования в западных правовых системах. В России этот сервис пока только развивается, но уже вслужил доверие и активно применяется в арбитражных спорах, вплоть до СИПа. В WebJustice имеется API, что позволяет интегрировать сторонние информационные системы, приложения и веб-сервисы. Собственно, все. Спасибо. Спасибо, Евгений. Виталий, твои вопросы, пожалуйста. Правильно я понимаю, что с помощью сервиса WebJustice можно избежать применения нотариуса вообще? То есть это замена или нет? Или это инструмент для нотариусов? Скажем так, ядро системы, оно сейчас, на данную минуту, оно общее с нотариальным зрением. То есть мы обеспечиваем и деятельность нотариусов, и в то же время то, что мы нарабатываем, то есть на якорном нашем продукте для нотариусов, сейчас легло в основу именно автоматизированной фиксации. То есть это фиксация публичных веб-страниц, это фиксация данных на мобильных телефонов с полем мобильных приложений, то есть сейчас мобильные приложения для Android. И вот на днях, как только одобрит автор, у нас оно появится и для iOS. Собственно, это замена для широкого рынка, для широкого круга потребителей, но и в то же время решение классической задачи, то есть классическом нотариале. А сколько вы уже, там, какие-то метрики есть, сколько документов заверили, либо, допустим, какая выручка? Что касается нотариальных протоколов, созданных при помощи WebGASIS, там значение уже перевалило, наверное, за 3000, там, 200 чем-то, или 3000 протоколов сделано. За последние, вот, мы автоматизировались, где-то в конце 2018 года, мы начали автоматизировать эту деятельность, вообще погруженную довольно давно. Вот, что касается автоматической фиксации, то там выручка сейчас не очень большая, там порядка 20-50 тысяч рублей в месяц. Ну, мы запустили буквально не так давно, это, наверное, начало года, начало годом. Хорошо. Ну, я думаю, что там хотелось бы посмотреть вот проект в динамике, да, там, вот, и при увеличении выручки именно автоматической фиксации, вот, мне кажется, можно было бы более детально пообщаться, посмотреть на инвестпригодность. Отлично. У Виталия такие скользящие, аккуратные решения. Понимаю, согласен, что нужно идти глубже в проект и смотреть уже в те цифры, которые сейчас, возможно, не представляется, возможно, нельзя, в общем-то, рассказать или показать в эфире. Спасибо, Евгений. И мы переходим к нашему финальному участнику. Это Коробов Александр. Пожалуйста, подскажите, готова ли презентация? Александр, ты пока разминаешься, готовься. Да, да, да. Поприседать можно еще, да. Кстати, очень хорошее решение, и вчера ни у одной команды я это не видел, это именно ваш задник, то есть задний бэкстейдж, да, с наименованием вашей компании. Вот это круто, молодцы ребята. Итак, у нас Александр на связи, мы ждем презентацию в эфире. Хорошо, пока готовят презентацию. Виталий, у меня есть вопросы, как вообще ты или в том сообществе, в котором ты, если можно так назвать, вращаешься, относятся к Legal Tech? Вообще обсуждают ли его или, ну как бы, пока это не в вашем поле зрения? Нет, это очень сильно в поле зрения, и в общем-то Legal Tech это там очень такой важный тренд, такой же, как, не знаю, там искусственный интеллект, либо, допустим, там sharing economy, ad tech и прочее. Вот, просто на самом деле именно в Legal Tech не так много, в отличие от остальных направлений, действительно интересных, качественных проектов. Вот, в большинстве случаев все ограничивается какими-то там, например, ну автоматизированными шаблонами для заключения юридических сделок, да, например, там какие-то сервисы, которые предоставляют такие вещи. Вот, ну и на достаточно простом уровне. Вот, поэтому, конечно, мы смотрим, вот, и, в общем, но здесь, как и в искусственном интеллекте, здесь очень мало, например, в искусственном интеллекте, проектов, которые действительно являются искусственным интеллектом, в основном мы обнаружим, мы это называем как крашеные пони, да, вот, как ищем зебру, вроде как проект искусственный интеллект, вроде как зебра, а при ближайшем рассмотрении оказывается, что это просто пони полосками покрасили и выдают за зебру. Крашеные пони, я запишу это себе, отлично. Так что, на самом деле, там простые алгоритмы и прочее. Поэтому с LegalTech то же самое. Хочется интересных проектов. Спасибо. Спасибо. Тем временем наша презентация готова. Пожалуйста, выводите ее в эфир. Александр Коробов у нас будет докладывать. Есть. Александр, ты стартуешь через 3, 2, 1. Поехали. Да. Добрый день. Меня зовут Коробов Александр. Я представляю компанию Beorg. Это облачный сервис по распознаванию документов и оцифровке изображений в корпоративных бизнес-процессах. Следующий слайд. Компания существует с 2017 года. Занимаем лидирующие позиции по обработке документов с персональными данными. Реализовано или в работе на данный момент более 100 проектов. Ежедневно обрабатываем около 4 миллионов заданий далеко не пиковой нагрузки. Следующий слайд, пожалуйста. В работе платформы используется комбинированное решение, состоящее из нейросетей и собственной краудсорсинговой платформы, что позволяет быстро и качественно распознавать информацию. Ядром платформы является ансамбль нейросетей и эвристических алгоритмов, разработанных собственными специалистами. Обучение нейросетей основывается на базе из накопленных изображений, полученных за время работы Биорг. В основу ансамбля ложатся 4 основных модели нейросетей. Платформа расположена на базе дата-центров Яндекс и Мейл.ру. И у платформы высокая степень автоматизации, включая интеграцию с корпоративными заказчиками. Следующий слайд, пожалуйста. Мы умеем обрабатывать на данный момент более 60 видов и типов документов, среди которых сложные, неструктурированные документы, в том числе содержащие рукописный текст. Список документов и заданий постоянно пополняется, исходя из задач заказчика. Следующий слайд, пожалуйста. В то же время сервис работает довольно просто. Достаточно отсканировать или загрузить изображение, далее документы проходят процесс верификации обработки и выгружаются в систему заказчика с помощью прямой интеграции. То есть уже создается какая-то некая карточка клиента, например. Вот. Следующий слайд, пожалуйста. Выгоды решения сервиса – это прежде всего сокращение времени обработки документов в 3-5 раз с примерно таким же экономическим эффектом. При этом обеспечена непрерывность, сервис работает 24 на 7, а качество распознавания даже на рукописных данных, на рукописных полях выше 99%. При этом не требуются капитальные затраты на покупку лицензий, обучение специалистов, закупку специализированного оборудования. А модель ценообразования транзакционная, то есть за распознанную единицу. Следующий слайд, будьте добры. Работаем в B2B направлении. Сегментация клиентов построена следующим образом. Крупные заказчики – это финансовый, страховой сектор, государственные компании – составляют около 60%. Крупный и средний бизнес с большим документооборотом – около 30%. Ну и есть C-сегмент, в который входят ритейл, интеграторы, платформы для бизнеса, МФО, различные агентства по взысканию долгов и банкротства. Это около 10%. Следующий слайд, пожалуйста, будьте добры. Работа платформы B2B не ограничивается только распознаванием и оцифровкой документов. Сейчас мы уже реализуем возможность выполнять различные задачи бэк-офиса наших заказчиков. Например, модерация контента, аудио-видеоаналитика, разметка датасетов, поддержка чат-ботов и звонков, обучение нейросети. При этом для работы с данными могут использоваться ресурсы нашей платформы, так и ресурсы заказчиков. Решения можно использовать как в публичном, так и в корпоративном облаке. Следующий слайд, будьте добры. Нам доверяют заказчики из различных направлений. Здесь отображена лишь небольшая часть, с кем мы реализуем проекты по разным процессам. Ну и последний слайд, где я готов поблагодарить всех за внимание и ответить на ваши вопросы. Спасибо. Да, Виталий, и твои вопросы. Да, Александр, а вот не было ни слова про выручку, опять же. Да. Ну, про выручку. За 2019 год выручка компании составила порядка 230 миллионов. Исходя из того, что у нас появились крупные государственные проекты, мы работаем на ЗАГСах. А вот какую сумму инвестиций ищите сейчас? Ну, рассматриваем, мы сейчас вот рассматриваем продвижение как раз расширения функционала платформы, ну и рассматриваем в районе там 50, от 50 миллионов. Понятно. Мне кажется, что да, здесь, ну, как сказать, такие, можно сказать, неравные сильно проекты, да, вот в этом плане. Вот, и здесь вот этот проект, конечно, однозначно можно уже точно говорить, что там, ну, как бы хочется глубоко изучить, уже обсудить какие-то детали с точки зрения, может быть, там, метрика, оценок и всего. Поэтому, вот, мне кажется, статия уже такая, как бы, что точно есть, что глубоко изучить и, ну, что... Да, мы уже три года на рынке и активно развиваемся в этом году. На этот год тоже планы такие грандиозные, конечно. Спасибо, Виталий. Я не могу оставить, да, без вишенки на торте. Действительно, команда Биорг, я знаю уже несколько лет, она очень сильная. Скажу лишь, дополню, то, что это были резиденты фонда Сколково, и есть закон о компенсации бизнес-ангелам, что может быть тебе интересно, то есть те, кто вкладывает в резидентов, они условно такой кэшбэк, как бы, могут получить. На это тоже рекомендую обратить внимание. Виталий, я благодарю тебя за то, что участвовал сегодня в нашей сессии. Действительно вижу своей целью помогать командам и, вот, помогать венчурному рынку, потому что очень сложно вот такой вот мэч, как бы, сделать, который у нас сегодня происходил. Ради него иногда команды тратят, не знаю, там, полгода бегают, ищут какие-то хорошие теплые контакты. А здесь у нас, как бы, три вроде как мэча произошло. Всех обязательно свяжу, всем спикерам большая благодарность и хорошего дня. Оставайтесь с нами. Большое спасибо.